приветствую вас дорогие друзья с вами дядюшка бамбуцу и вашему вниманию две новые флейты вот так они выглядят если вы обратите внимание значит на вот эти вот символы то они немножко отличаются и собственно так и есть одна называется ом таки а другая таки ом это такой такая особенность связана с тем что какое-то время назад я делал несколько флейт под названием собственно вот здесь есть тоже такой символ и здесь представлена как ом таки вот но собственно ом если вы смотрите это видео вам знакомо по крайней мере в общих чертах вот кому не знакомы зайдите в интернет и просветитесь вот таки это собственно по японски бамбук и соответственно вот этот знак ом и иероглиф таки представлены вот таким вот образом значит по моему заказу вот каллиграфию выполнил известный московский каллиграф мингши вот а значит и вот такие вот знаки наносятся на все флейты относящиеся к этому типу собственно по ним есть видео есть уже люди которые на этих флейтах играют практикуют размерность этих флейт от 2 и 5 где-то до 2 2 6 2 и 8 всякую я думаю они будут колеблется вот в этом диапазоне вот с чем это связано это уже достаточно большая флейта с таким весьма глубоким звуком низким и предназначены эти флейты именно для дыхательной такой медитации несмотря на это настройки здесь выполняются максимально хорошо и позволяют играть основные значит хон кёху музыку медитативную японскую музыку а вот а значит и вот эти флейты первого так сказать выпуска они были сделаны вот из такого бамбука это называется гома бамбук высохший на корню вот и собственно вот на данный момент осталось последний флейта из предыдущего выпуска остальные уже как бы разбрелись по миру по ним опять-таки посмотрите видео посмотрите примеры не буду пример звучания не буду повторяться в общем это очень интересный специфический такой бамбук достаточно такое уникальное уникальный вариант с этим бамбуком особая техника работы присутствует вот что скажу иначе он не звучит так как потенциально он может звучать а значит новые новые варианты сделаны уже из другого бамбука здесь вот видно его формы его изгибы это несколько или много колен здесь присутствует вот на одной флейте присутствует дополнительные отверстия настроечные как на делают на китайских инструментах а здесь вот как без настроечных то есть соответственно они отличаются по длине но по тональности собственно совпадают вот точно также здесь разнесены отверстия под хлад когда левая рука сверху да то есть вот удобно вот так вот фалангами или даже кончиками пальцев кому позволяет возможности закрывать отверстия соответственно это удобно для игры а и значит здесь специальные такие вот сейчас я начал делать различные мини такие как бы паспорта флейтом и здесь соответственно вот обозначено да что это за инструмент здесь хочику style то есть как бы это стиль хочику то есть это флейта из натурального бамбука с природным каналом с оставленными специально внутри перегородками внутренними частично по которым и ведется настройка то есть это флейты которые обладают таким природным естественным бамбуком звуком а вот и указано что здесь что это дзен флейта и собственно ее название ум таки ну и соответственно харпо это мастеровая такая печать вот сейчас я все больше ухожу в эту сторону такой практике так как сякухати я уже много раз говорил об этом сякухати это сборные названия просто чтобы было понятно о чем речь это подобно тому как ну я не знаю автомобиль да то есть мы говорим автомобиль и под этим подразумевается целый мир понятно да это вы и грузовые это туда-та-та-та-та тысячи всяких видов здесь тоже самое поэтому это как бы сякухати но это в первую очередь хочику то есть инструмент для дыхательной медитации вот то есть с определенным каналом значит главным таким проповедником в двадцатом веке был этого стиля это ватадзумидосу кто не знает посмотрите соответственно то есть поймете что это совершенно могут быть огромные флейты различных видов и это не дудочки для игры каких-то мелодий сладких каких-то ублажений ушек и так далее это не это что-то такое более ну так скажем дзенская природная брутальная с вот такой вот специальной грубостью да и в то же время здесь проявляются могут проявляться различные как проявление вот такой красоты в данном случае флейты они очень красивые здесь пропитки маслами и даже есть пропитка таким специальным лаком который ну как бы не ощущается как лак фактически он а как вот просто гладость бамбука такая а вот ну и собственно по звуку немножко давайте я помню как звучит вот это флейта вот Вот такая смесь плотности звука И такой воздушности, такой бансурности Как вот в индийских флейтах Так как здесь плотная, достаточно тонкая, но плотная стенка Своебратная такая вот резонация И здесь поставлены многочисленные укрепляющие Мощные перетяжки из нервующейся нити С последующей пропиткой и проклейкой Значит здесь же можно сейчас услышать Что тембр с одной стороны соотносящийся с этой флейтой И общий посыл этих флейт похож Но в то же время тембр отличается Так как другой бамбук, другой какой-то Другая и структура бамбука И структура внутреннего канала соответственно Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Другая и структура 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 Ну во многом зависит от естественно от стиля игры От момента вхождения в игру И конечно от акустики В данном случае здесь больше поглощение звука идет То есть ковры какие-то Значит стены не сильно отражающие звук Поэтому звук такой вот местный Естественно если это будет скажем Какое-то храмовое помещение То мы с помощью волшебных возможностей Можем попробовать представить Как это было бы Плюс-минус например вот так Другая и структура Субтитры создавал DimaTorzok СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Конечно, ничто не сравнится с живым пространством, где вы находитесь в нем, внутри его, где живые стены или природные какие-то образования, они в прямом смысле взаимодействуют с вами, с вашим звуком, с вашей игрой. Вот. Ну, если у вас такой опыт есть, игры в горах или в храмовых, купольных помещениях, то есть, соответственно, вы это уже наверняка прочувствовали и знаете. Звук, значит, как бы вот, когда играете в таких помещениях, звук естественным образом более густой становится. То есть, если здесь вы... То есть, он как бы вот здесь находится. Там же он сразу увеличивает объем, и с ним же этот звук отражающийся, и тот, который выходит отсюда, он объединяется и взаимодействует, и получается, именно по этой причине, как бы, вы ощущаете эту вибрацию, да? То есть, вот, кажется, что, ну, вот, флейта прям вот занимает весь этот объем. И по этой причине это вот для тех, кто, опять-таки, впервые встречается с этим явлением, интересуется флейтами, учитывайте этот момент, что вот сейчас флейта там, допустим, она может быть очень мощная, очень глубокая, но она звучит вот в этом помещении, да? То есть, это всего лишь вот звук здесь. И наоборот, какая-нибудь простенькая флейточка может звучать в совершенно вот фантастическом пространстве, и вы можете, так скажем, путать одно с другим, да? Вот. Но, повторюсь, эффект вот от таких флейт, их глубина там возрастает, ну, я не знаю, в 10 раз условно, да? То есть, это все звучит глубже. Вот. Флейты очень комфортные, очень приятные, природные, и вот эта вся их текстура. Немножко у тагучи отличаются. Вот в этой флейте больше сохранена природная перегородка, в этой же флейте чуть-чуть более широкий у тагучи. Ну, при этом и здесь, и здесь комфортно. То есть, дуем на расслабленных губах. Если начинаем сужать, значит, амбушюр, то, соответственно, звук более концентрированный становится. Если играем на расслабленных губах, то звук такой более рассеянный, вот то, что называется хо-чику. На флейтах, например, Секухати, с более зауженным, значит, амбушюром, на некоторых практически невозможно играть без напряжения в губах. И, соответственно, в маленьких помещениях, вот в таких вот чайных пространствах, вот на таких флейтах играть гораздо более комфортно. Более того, их комфортнее слушать, когда, значит, если вот вокруг вас сидят ваши друзья, вы пьете чай, и кто-то играет вот... Вот я сейчас играю очень тихо, прям вот совсем... И, ну, то есть, можно еще тише. Можно еще тише, но тогда будет, наверное, совсем не слышно. Вот. То есть, фактически, можно дышать во флейту, и уже будет вот эта вот атмосфера как-то создаваться. На Секухате так не получится. Или получится только у очень опытного игрока, мастера, но за счет, опять-таки, очень большого количества ресурсов на удерживание звука, на вот эту точечность, другие энергозатраты, соответственно, другая ситуация. Вот. Поэтому эти флейты, это, в общем, флейты для тех, кто любит чай, любит вот этот вот вайб, этот фэншуй, любит звуки флейты, но в то же время любит такую расслабленную вот эту атмосферу с одной стороны. А с другой стороны, есть возможность в дальнейшем развиваться в японской медитативной музыке. Здесь все практически прозвучивается, звучит, можно это все изучать. И более того, потом, когда, может быть, разовьется ваше видение, ваше дыхание, ваше понимание сикухати, хучику, хонкёку, то вы уже можете вот в эту такую простую игру в такую вот, да, вы можете включать и другие виды выдувания. Флейты, это все держит. То есть вот эти вот такие срывистые, обрывистые звуки, все это здесь присутствует и можно практически практиковать стиль вот Адзуми Доса. То есть, как я, в общем, и сам люблю, и, наверное, возможно, вы тоже, то есть это вот универсальный флейт. То есть, как бы не было вот эта вот определенная нишевость, да, для флейт, но все равно я стремлюсь к какой-то универсальности, да, чтобы, ну, человек был неограничен. То есть, есть определенный посыл у инструмента, но как только возможно вытянуть из этого материала, да, я стараюсь вытянуть его на максимум, да, чтобы не было ограничения. Вот. Это достаточно такие длительные работы с флейтами идут, неспешные, как бы неспешные, в правильном темпе, то есть, создаются по, так скажем, под аутентично, да. Ну, вот, пожалуй, такие, такие моменты я хотел бы осветить. Вот. Для тех, кто интересуется, соответственно, на момент выхода ролика, возможно, эти флейты уже и обретут своих друзей, кто знает, бывает такое часто, вот, но те, кто, кому, вот, допустим, понравился этот образ, понравилась эта концепция, или вот эта концепция, то есть, можно опять-таки поинтересоваться, что я называю это закинуть удочку. Вот. Соответственно, это как вот не заказ, а такое вот, такое пожелание. Ну, а я уже, соответственно, в зависимости от возможности, от материала, от многих-многих моментов, постараюсь что-то проявить. в этом управлении, насколько возможно. Спасибо, друзья мои, интересуйтесь, пишите ваши комментарии по поводу флейт, по поводу каких-то технических моментов с этим связанных, интересуйтесь, ваш интерес, он, в общем, это главное в том, что происходит. Если у вас есть интерес, то этот путь бамбука, он будет открываться для вас все большими-большими возможностями, управлениями. Так что, будьте на связи, и будем на связи. спасибо. Продолжение следует...